Хм, здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это The Sinking City. Мы продолжаем. Город всё так же тонет, а у нас уже часть вторая в дневнике главного героя. Так, врачи Бустонской психиатрической больницы пытались меня вылечить, но это оказалось не так-то просто. Поначалу они задавали мне вопросы, и я думал, мою историю передадут властям, но они просто составляли список того, над чем нужно поработать. Я боялся воды, и меня пеленали мокрыми простынями. Я говорил им, что боюсь темноты, и меня запирали в тёмной комнате, завязав мне глаза. Ничего не помогало, и они взялись за электроды. Нифига себе. Электрический вспоминатель, да? Один конец втыкается в розетку, другой в задницу до полного прояснения обстоятельств. От этого у меня путались мысли, только слова доктора не позволяли мне сойти с ума. Он говорил мне, кто я, и о чём я должен думать. Он давал мне лекарства, которые помогали сохранить рассудок. Похоже, я ко всему этому привык. Вопрос только в том, плохо это или хорошо. То есть главгерой был у нас в психиатрической больнице. Ладно. Так, ну что, погнали дальше. Здесь мы как бы всё видели, всё усматривали. Может быть, что-нибудь себе наколдуем, а? Не, наколдовать пока особо не ищего, но потом, возможно, скоро появится. Да. Давайте спустимся к управляющему, посмотрим. Надо идти к Роберту Трагмортону. Пора бы уже. Я всё вижу, чужак. Ой, ладно тебе, а. Так. Ну и где у нас живёт Роберт Трагмортон? Ага, прям здесь. А мне вот надо двигаться в психиатрическую лечебницу. Не помешало бы посмотреть, что у нас там? Может быть, что-нибудь интересное бы и нашли. Ух ты, и библиотека, и Окманская ратуша. Господи, сколько всего исследовать, а? Ну, давайте сначала телепортируемся как можно ближе к психиатрической больнице. А оттуда уже можно... А оттуда уже можно... И... И, собственно, в больницу, и к Трагмортону? Трагмортону. Вроде как. Так. Ну, погнали. Налево и прямо, да? Может быть, как-нибудь удастся по суше. Не, видимо, не удастся. Придётся прыгать на лодку и оттуда уже двигаться в нужном направлении. Кстати, мне вот такой костюм... Нет, не такой, другой немного. Разблокировался. Там чёрное пальто, шляпа, но без рюкзака. Немножечко не по сюжету. Вроде даже как бы и не должен он быть в таком костюме. Особенно учитывая, в каких он условиях, я думаю, вряд ли он будет в чистеньком костюмчике отправляться на задание. Так. Во. Ну. Welcome to the club. Глянем. Шо это за место? Ну, может быть, ещё какое-нибудь задание дадут? Пожалуйста, помогите мне. Хватит! Да я бы с радостью, господи. Я бы с радостью. Проблема в том, что я не могу. Кнопок нету, не хватает. Так, ну-ка, глянем. Какое-то место прямо... Весьма колоритное. У-у-у. Вершины истины никогда не покоряют напрасно. Здорово! Чем могу помочь? Чем могу помочь? Да я даже не знаю. Я даже не понимаю, зачем я сюда пришёл. Ну, а вдруг что-нибудь интересное найду. Ты тоже это видишь? Ага. Вы видели зверя? Да, походу... Мечташа Горада. Так. Где зверь? Я готов найти этого зверя и покарать его. Всеми доступными способами. Дверь не поддаётся. Да. Так, ладно. Здесь, допустим, ясно. А ещё куда-нибудь можно? Ну вот можно наверх подняться. В любом хаосе сокрыт космос. В любом беспорядке тайный порядок. Здорово, ребята! Моя... Голова! Голоса не замолкают. Конец близок. Всё начнётся заново. То, что внизу поднимется наверх. Семя посеяно. Блин, ну вы жути нагнетаете. Давай поиграем. Давай. Давай поиграем. Давай поиграем. Блин, а какие они тут бахнутые. Я обалдею. Рано или поздно ты окажешься там, где должен быть. И будешь делать то, что должен делать. Я не то, что со мной случилось. Я то, чем сам решил стать. Что-то психлечебница... Ой-ой-ой-ой. По-моему, в этой психлечебнице... Быстрее с ума сойдёшь. О, хватай плащ! Чё, нет что ли? Ну ладно, нет так нет. Нет так нет. Чё-то здесь ничего нету. Ой, ну кроме лута. Ой, ещё и патроны собрал. Огонь. Ладно, короче, всё ясно. Ну, хотя бы исследовали, посмотрели. Успокоили безумную душу. А теперь давайте будем двигаться дальше. А двигаться мы будем... К поместью Трэгморт мной. И лучше двигаться по лодке справа. Это будет самый оптимальный вариант. Чёрт, локации прикольные, а? Обалдеть. Такая обширность. Ох ты, супергеройское приземление. Тряпки. Ну, поехали. Так, а мы как? В принципе, можем и здесь проехать. Давайте. Ох ё! Погоня, погоня! Отстреливаться будем? Не, не будем. Это не погоня. Просто там грузовой корабль ходит. На ровном месте, так сказать, решили создать кульминационный интригующий момент. Бег. Смотрите, там ещё-то искрит. По всей видимости, что-то доработает. Ой-ой-ой. Ээ! Ну вот и по месте. Круто. Чё-то аж так пролагало. Ё-моё. Эй, лохматый! Ты где? О! 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 Так, надо, я думаю, сохраниться. А то мало ли что. А то привидим мужика с волыной. Порой возникают некоторые проблемы. Так, надо, короче, ему сообщить о фотографии. Чё у вас у всех это задирается? Ну ладно. Так, вашей экспедиции нужна помощь. Хорошие новости, мистер Трагмортен. Участники экспедиции живы. Они на дне моря, в затопленных развалинах какого-то древнего храма. У них достаточно воздуха, но нам следует поторопиться. Что произошло? Почему моряки не помогли им? А-а-а, на Титании вспыхнул бонд. Экипаж Титании взбунтовался против Сандерса. Спастись удалось только вашему сыну. Его посадили в шлюпку. Бунтовщики будут наказаны. Бросить Альберта на волю волн? Я отомщу за него. К сожалению, это ещё не всё. Инсмутсы забрали находки вашей экспедиции и похитили профессора. Что? Проклятые дегенераты! Как это произошло? А-а-а... Ну, блин. Чё-то какой вариант ответа, я даже и не припомню, о чём там уже речь шла. Ну, по-моему, они знали про развалины. Да, они тогда вломились в офис, всё чё-то жечь начали. Видимо, знали. Инсмутсы знали про храм. Они устроили там засаду и ждали, пока профессор не возьмёт то, что они называют печатью. Но как им удалось застать врасплох моих учёных? Похоже, когда печать забрали оттуда, где она лежала, со всеми участниками экспедиции случилось что-то вроде нервного срыва. Наверное, инсмутсы знали, что это произойдёт, и дождались нужного момента. А затем сбежали, прихватив с собой профессора Доу и артефакт. Дрог, инсмутсы. У вас есть доказательства того, что они в этом замешаны? Участник экспедиции убил одного из нападавших. У меня есть фотография. Экспедиция провалилась. Мы его мальчика убили. Это касается не только меня, мистер Рид. Они представляют угрозу для всех. У них горит и артефакт, который она нашла. Возможно, она ещё жила. Только поэтому я ещё не очистил Окмант от этих рыбомордых выродков. Но сидеть сложа руки мы не будем. Найдите их, мистер Рид. Не исполнителей, а лидеров. Проникните в их ряды, если понадобится. Верните мне профессора. Ха. Так, ты мне волыну-то хотя бы. Дай нормально. А как это вообще связано с моим расследованием? Нифига себе приказы отдаёшь. Я расследую массовое безумие, а не политические интриги. А ваш самый надёжный источник информации сейчас находится в скользких руках инсмутсов. Профессор Доу рассказала мне о своих видениях. Она что-то нашла среди этих развалин. Наверняка это важно. Но эти твари схватили её. А ещё я хочу обсудить с вами более... Так, так. Деликатный вопрос, мистер Рид. Я умею быть деликатным, если нужно. Рассказывайте. У меня есть один коллега. Его зовут Герберт Гловер. Как и я, он коллекционирует произведения искусства. Мистер Трогмортен, я детектив, а не взломщик. Мне не нравятся ваши намёки, мистер Рид. Я бы никогда не опустился до воровства. Это отвратительно. Я назначил Герберту очень важную встречу, но он не пришёл. О! Я хочу, чтобы вы выяснили причину. Давай! Вроде ничего сложного. Я всё сделаю. Отлично, мистер Рид. Только запомните, всё должно оставаться в тайне. Никому не говорите, на кого вы работаете. Осторожность, моё второе имя. Прекрасно. Вот адрес Герберта и ваш аванс. Думаю, сумма вас порадует. Счастливо. Патрон, патрон, пистолет я не могу взять. Ё-моё, ни одной волыны нормальной. Шо ж такое? Чё это? Светлая память. Альберт Рагмортон, сын уважаемого Роберта Рагмортона. Достойный отпрыск благородного дома погиб в четверг в Окманском порту. Ему было 25. И хотя мы скорби моего безвременной кончине, он прожил свою жизнь достойная. Семья Трагмортонов благодарит жителей Окмонта за молитвы и слова их утешить. Ладно. Гробовщик славно над ним потрудился. Гробовщик славно над ним потрудился. Определённо. И господи, я подумал, это местная охрана. У вас волына нету? Мне бы хотя бы один образец бы раздобыть. Чего-нибудь. Посерьёзнее. А то этими бзделками особо не навоюешь. Особенно, когда такие твари какие-то разгуливают. Мне некогда болтать, мистер Рид. Мудель. Ничего нету. Богатый дома. Ни хрена ничего дельного взять не могу. Где грёбаный выход? Во. Так. Некролог. Это ладно. Письма из Ухмонта. Деликатный вопрос. Так. Вот. Деликатный вопрос. И ещё открытый показ у нас есть. Но давайте глянем, что у нас там с деликатным вопросом. Так. Центр Олд Грофа. Ага. Центр. Так, 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 так. Голд Бридж Роуд. Между. Сенчури. Это то есть вот здесь. В принципе. Довольно рядом. Давайте узнаем. Может быть что-нибудь. Да и раскопаем. А кстати, мы там то задание хотя бы закрыли. Ну, вроде да. Судьба экспедиции. Надеюсь, мы приняли правильное решение и... Так, рыбьи черты. Может быть стоит узнать. Так, ну это надо будет в этот наведаться. В газетёнку, либо в архивы городские. В полицейский участок надо наведаться. Про нападение. Там это фиксируют. Ну, а пока мы займёмся деликатным вопросом. Райончик такой, смотрите, неплохой здесь, да? То есть тут уже получше. Там вообще всё утопилось. А здесь от счастья. То есть видно, а то какой это был город до всего этого. Да шо ж вы, да аж хором. Где-то здесь. Где-то здесь. Ну чё? Ой, дерево упало. Только не говорите, что его прибило нахрен. Так. Ну а теперь по заданию. Его дом расположен... Так, ну какой дом? Вот этот вот? Не, не этот. Чё, этот тогда? Чуть всё заросло. Ладно, будем искать. Может быть и найдём. Ебономать! Во! Смотрите, вот походу вот эти вот, да? Дверь как-то выделяется. Неспроста. А может быть и спроста. Короче, тут надо, видимо, бежать и вообще исследовать всё. Всё, чё видишь? Пробежим до конца этой улицы по одной стороне, потом по другой. Опана! И у тебя особняк. Чё-то у меня не очень хорошее предчувствие. Как я и думал. Обращаем. Фрэнсис Трэгмортон, известный всему городу учёный и искатель приключений, снова стал самым завидным женихом. Дальше ничего прочесть нельзя. В архив отправимся. О! Мистер Трэгмортон, с глубочайшим прискорбием вынужден сообщить, что цена интересующего вас предмета снова возросла. Спрос на него увеличился. И теперь он стоит втрое больше того, о чём мы условились ранее. И я знаю, что уже второй раз повышают цену, но после разрушительного потопа, каждая вещь стала для меня почти бесценной. Поскольку пополнять коллекцию я уже не могу. А тут твари гуляют. Дверь не поддаётся. Возникает... Возникает вопрос. Так, ну... С этим это понятно. Журнал. Тут всё ясно. Навыки уже нет смысла прокачивать. У меня он уже... Два лишних очка этих. Лучше бы дробовик бы дали бы. Постойте, а если это дом с редкими коллекционами какими-то... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А я надеялся валынный. Глаза широко открыты. Похоже, смерть была внезапной. Да, определённо. Определённо внезапный. Вокруг замочной скважины Только небольшие царапины Работа профессионального взломщика Многовато предупредительных выстрелов В зеркало стреляли? Может быть из зеркала кто-то вылез Наподобие искателя путей Во Я выясню почему старая обезьяна Так хочет тебя заполучить Зеркало Я выясню почему старая обезьяна Так хочет тебя заполучить Возможно это зеркало Портал какой-нибудь Так и следы крови Многовато предупредительных выстрелов У кого-то мания величия Блин он че тоже лохматый что ли Что это? Зеркало господи Похоже тут не весь комплект Одно зеркало забрали Ага Ладно Установим причину Косой беги Окей Я Я его убил Ага Ограбление Работенка расплюнуть Ты бери зеркало А я посмотрю Что еще можно Прихватить у этого богатея Кто вы такие? Что вы делаете в моем доме? Так Посмотрим Что тут у нас Ага Понял А они короче Шли сюда Это первое Потом второе И дошло до третьего Косой беги Окей Я Косой значит был Двое проникли в дом Чтобы украсть зеркало Вор по кличке Косой Взломал сейф Но Гловер обнаружил его И подстрелил Второй вор Убил Гловера Глаза широко открыты Похоже смерть была внезапной Да Так и Не первое ограбление Ну понятно Нам как раз Сейчас надо в полицейский участок И по первому Получается И по второму Ха Очень хорошо Два в одном Тут есть где-нибудь Система телепорации Вон Рядом Вижу Есть К полицейскому участку Оттуда уже До места назначения Во Да Однакость Круто Так Запад Нашли 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 Сейчас мы проведем проверку И по первому делу И по второму И глядишь Что-нибудь Найдем По крайней мере Хотелось бы верить Где гребанное оружие Обитает Не оружие нужно Нормальное Не это говно Хватит Хватит Тратить Мое время Нет-нет-нет-нет-нет-нет Значит Субъекты Меняем Вот так вот На подозреваем Точно Филиппо Коннел Кличка Косой Пол Мужской Возраст 46 Неизвестное место жительства Преступление Неоднократные кражи Уклонение От уплаты налогов Так Ну ладно Теперь мне надо Узнать Есть место Так Судьба экспедиции Вот Рыбьи черты Так Ну Я даже не знаю Преступление Против Личности Наверное Возможно Подозреваемые И район Ну я даже не знаю Какой район Может быть Вообще Не надо Это Во Нифига Себе Так 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 15 апреля В 22.30 На Редном рынке Я задержал Подозрительного Инсмутса Который Преследовал Молодую женщину Подозреваемого Был странный Золотой амулет Напоминавший Рыбий глаз Конфискован А также Кинжал Конфискован Когда я пытался Надеть на него Наручники Он закричал И стал звать На помощь Своих братьев Истод После чего С рыбного рынка Явилось Несколько Вооруженных Инсмутсов Мне пришлось Отпустить Этого Инсмутса Забавно Забавно Очень забавно Так Восточной части Шейлз Ну это Это явно Это Это да Это мы знаем Поставим метку Пока А нам надо С деликатным вопросом Разобраться Север Салвейшн Харбор Западное Пересечение Так Мурлэнд Роуд И Салвейшн Роуд Западное Пересечение То есть Здесь Ладно Мы получили То Зачем Сюда Пришли Теперь Можно Двигаться Дальше Как Отсюда Выбраться Возможно Либо будет Использовать Тут Телепорт Хотелось Быть Ну Придется Так Давайте Ко мы Сначала На рынок Заскочим Выполним Часть Задания Там А потом Пойдем Уже По Деликатному Вопросу Грамотно Распределим Время Так Ну Давайте Будем Усновать А Подвал Помните Я как-то Случайно Забрел На подвал Возможно Оттуда Нам Надо Не Стесняйтесь Всем Хватит Хочешь Рыбку Хватит Не Спасибо Рыба Свежая Рыба Берите Сколько Нужно Совершенно Бесплатно Не Стесняйтесь Всем Хватит Говорят Здесь Есть Организация Под Названием ТОТ Я Пришел Блин А я Угадал Да Вообще То Я Ее Представитель Рада С вами Познакомиться Меня Зовут Анна Чем Могу Помочь Чарльз Рид Если Не Возражаете Я Задам Вам Несколько Вопросов Конечно Спрашивайте Чарли Блин Откуда Такое Благородство В этом Городе Нет Ничего Кроме Грязи Дождя И Кровожадных Тварей А вы Просто Раздаете Пищу Бесплатно Какая Вам От этого Выгода Никакой Выгоды Чарли Не все Могут Спрятаться В особняках Как Богатые Семьи Помогать Другим Наш Долг Мы Решили Взять Судьбу В свои Руки Бороться С Катастрофой И У нас Получается Море Благоволит Нам И Дарит Богатый Улов А Я знаю Как это Море Дарит Улов Наслышан По другим Играм И И Источникам Расскажите Мне Про Тодд Что Такое Тодд Чем Занимается Ваша Организация Мы Общественная Благотворительная Организация Точнее Говоря Группа Волонтеров Мы Еще Не Стали Официальной Организацией А Чем Делаем Все Чтобы Облегчить Страдания Жителей Нашего Города И Что Вы Для Этого Делаете Раздаем Рыбу Голодным И Ремонтируем Дома Бедняков А по Ночам Патрулируем Улицы Чтобы Защитить Горожан От Вайлбистов И Бандитов Мы Много Чем Еще Занимаемся Идем Туда Где Нужна Помощь Все Ради Людей Чарли Хм А Что Означает Тодд Подозрительная Организация Ну-ка Что Означает Аббревиатура Тодд Твой Очевидный Долг Сначала Было Еще Продолжение Это Помогать Другим Но Мы Быстро Его Сократили Слишком Длинно Хм Где Ваши Руководители С вами Приятно Беседовать Но Вообще То Мне Нужно Поговорить С Руководством Тодд Где Я Могу Найти Этих Людей Не Торопитесь Чарли С Начальством Могут Встретиться Только Свои Сначала Вы Должны Заслужить Право Вступить В Тодд Да Вы Шутите Зачем Вы Должны Показать Себя В Деле Убедить Нас В Том Что На Вас Стоит Тратить Время Не Обижайтесь Чарли Так А я Что Нибудь Получу Заступление В Ваши Ряды Какие Преимущества У тех Кто Вступил В Тодд Чарли Мы Занимаемся Этим Не Ради Денег А Потому Что Это Правильно Считайте Что Трудитесь Ради Всеобщего Блага Ладно Как Я Могу Проявить Себя Ладно Как Мне Стать Одним Из Вас Все Зависит От Ваших Способностей Что Вы умеете Делать Лучше Всего Дышать Простите Я Оставил Резюме В другом Пиджаке Ну Что Ж Войну Я Служил На Флоте А Потом Стал Частным Детективом Благое Море Тогда У меня Есть Работа Как Раз Для Вас Какая Работа Ладно Расскажите Что За Работа Прошлой Ночью Кто Пытался Проникнуть На Наш Рыбный Склад К Я Боюсь Что Он Вернется Закончить Дело Вот Почему Сегодня Мы Так Спешим Раздать Рыбу Людям Мы Хотим Чтобы Она Досталась Беднякам А Не Какому То Вору И Вы Просите Меня Найти Этого Вора А Вы Умны Чарли Мне Это Нравится Именно Так Я Возьмусь За Это Ладно Я Вам Пустят Вас На Ладно До встречи Я Служу Морю Бояться Нормально Здесь Действуют Титанические Силы Которые Неизмеримо Выше Нас Силы Неведомые И Непостижимые Будут Жертвы Будут Утраты Будет Тьма Но Все Это Указывает На Приближение Переломного Момента И Каждый Из Нас Должен Сыграть Свою Роль Нифига Себе Вопрос Хороший Снизу Вы Оптимист? Ну Га Интересная Речь Вы Правда Видите Во всем Этом Положительные Стороны Разумеется Чем Темнее Времена Тем Ярче Мы Сможем Сиять Да Скоро Мы Все Снова Засияем Нужно Только Верить Меня Зовут Эбернет Блэквуд И Здесь Я Передаю Людям Своё Послание Пожалуйста Приходите На мои Проповеди Чарльз Рид Приятно Познакомиться Вы Из Семьи Блэквудов? Блэквуд? Так Вы Из Богатой Семьи Верно Я Последний В роду Унаследовал Пустой Особняк И Оборвавшуюся Рожа как у рыбы И жабры походу Растут Видали Да У него Жабры походу Растут И глаза Уже начинают Мутными Становиться Скоро Булькать Начнет Что ж До встречи До встречи До встречи Чужак Блин Ладно Так Надо Короче Это Вот Блин Голоса Такие Дверь Не поддается Эй Охранник Ёптать Пусти меня Так Кто-то Раздает Бесплатно Рыбу А в Окманте Не хватает Продовольствия Да Так Она Попросила На Рыбном Складе А как Попасть Туда Где Проход Охрана Эй Охрана Как Ваш Этот Попасть А Где Склад Чёртовы Чужаки Блин Ну Ничего Кроме Вот Этого Я Больше Ничего Не Вижу Дверь Не Поддаётся Может Быть Да Ладно Давайте Мы тогда Пока Блин Ну Даже Не знаю Деликатный Вопрос Что ли Пойти Уладить Сдаётся Мне Не надо Попасть Сюда Когда Когда Либо Ночь Будет Либо Ещё Что-то Где Тут Охранник Который Так Который Должен Это Западной Части Шелс На Хокинг Лейн Постойте Так Это Вообще Здесь Где-то Это Вообще Где-то Здесь На Хокинг Лейн Между Уоррен Роуд И Либерти Роуд Это Аж Сюда Мне Ити Нифига Себе Что Мы Там Дойдём Пешим Ходом Вроде Должны Но Сначала Давайте Деликатным Вопросом Займёмся Тем более Там Всё рядом И всё По пути Отлично Это Хорошо Что Мы Сюда Зашли Теперь Нам По пути Так Сказать Двигаться Ещё Вот Если Быть С Медиком И С Заброшенным Домом Ситуация Разрешилась Был Б Вообще Нищтяк Но Хорошего Понемножку Так Я Предлагаю Сесть На Лодку И особо Не париться Отправиться Вниз Так Где Там У нас Не Не Сюда Сюда Блин Ну Где Этот Мудель Живёт Ё Мая Хер Его Знает Это Это Ты Нифига Непонятно Ладно Поехали Разган О А если Я врежусь Я Сбью Этих Ребят Полагай Лучше Не проверять Класс Класс Классная игра Просто Обалденная Реально Погружаешься Порой Даже Буквально Ё-моё Игра Погружается В тебя Чувствую К концу Прохождения Опять Торгнемся Разок Другой Нормально Прямой Путь Самое То И Опа Так Что у нас Тут Салвейшн Харбор Пересечение Мурлэнд Роуд И Салвейшн Роуд Где-то Здесь Живёт Где-то Здесь Живёт Этот Чувак А вот Где Именно Надо Поискать Вот Эти Вот Окна Как-то Странно Сияют Возможно Это То Что Мне Надо Нет Увы Ах Блин Ну опять Вся Суть Детектива Сводится К тому Что Просто Бегаю И Шляпой Стукаюсь Об каждую Дверь Которую Найду С переменным Успехом Справедливости Ради Наверное Вот это Да Горит Значит Дом Сидни Стоукса Видимо Я там Где Надо Че К счастью Никогда Не голодал Настолько Чтобы Есть Такое Это Короче Кошки Из которых Растут Какие То Блин Кошки Из летучего Голландца Часть Команды Часть Корабля Да Обросли Всякими Полипами Что За Ё-моё А Эх Блин Блишко Да И Все Ну Давайте Глянем О И музыка Такая Блин А Прям В тему Вот Дела И Его Грохнули Не повезло Косому Выжил После Пулевого Ранения Но Умер От Ножа Кто Ж Это Сделал Не повезло Косому Эх Косой Косой О О О Мамочка Я убил его Что я наделал Господи Что я наделал Ага Его Подельник Его И убил Наконец Я Исправлю То Что сотворил С тобой Этот Обезьяний Сын Фрэнсис Так Это Вообще Бабка Какая Ни Хрена Себе Вау Слава Богам Я думал Это Опять Монстры Вы Как Так Щиты Костуете Ё Мое Целые Эти Стены Ставите Как Ты Здесь Оказался Неплохой Трюк Со Стеной Как Ты Это Не Я Я Таких Фокусов Не Знаю Это Она Поставила Тут Стенку Кто Это Она Ты Сказал Она Поставила Тут Стенку Кто Она Она Наняла Я Даже Имени Ее Не Знаю Обещала Хорошие Деньги За Простую Работу А Я Дурак Купился Сидни Стоукс Ты Сидни Стоукс Да Да Это Я Мы Знакомы Нет Я Еще Герберта Гловера Думаю Ты Его Знаешь Или Лучше Сказать Знал О Кэй А В чем Заключалась Твоя Работа Для Чего Она Тебя Наняла На Словах Все Было Просто Пойти В Дом Коллекционера Взять Какое-то Ценное Зеркало И Смыться И Где Сейчас Это Зеркало И Где Сейчас То Ценное Зеркало Она Его Забрала Когда Мы С Филом Принесли Товар Он С Ней Поцапался И Она Его Пырнула Кэй Что Мне Теперь Делать Из Нас Двоих Фил Был Смышленый А Я Я Просто Дубина Во Так Зачем Было Убивать Гловера А Убить Хозяина Тебе Тоже Поручили Или Ты Это Сделал Просто Так Ради Смеха Я Кэйм Клянусь Я Не Хотел Это Вышло Случайно Он Начал В Нас Стрелять И Я Перетрусил Перетрусил Отличное Оправдание Кэйм Не Свидетель Я Не Хотел Никого Убивать Забирай Все Что У Меня Есть Только Отпусти Блин Ох 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 Я Тебя Сдам Я Тебя Отпущу Ну Ты Чувак Виновен Как бы Нифига Себе Убил Другого Чувака Спалился При этом Никаких Оправданий Я Тут Не Вижу Перетрусил Сдать Тебя Остается Ну И Ночка У Тебя Выдалась Кража Со Взломом Воровство Убийство Боюсь Мне Придется Тебя Сдать Нет Умоляю Меня Посадят На Электрический Стул Об Это Нужно Было Думать До Того Как Ты Убил Человека Во В чем Дело Ну Да Блин На Воровство Пошел Потом Убил Нахрена Волыну Взял Ай Лучше бы Я про Зеркало Бо Спросил Че С Зеркалом То Как Дальше Быть С Диалогом Эй Так Женщина Забравшая Зеркало Блин Ну Нам То Как Говорил Трог Мортон Нужен Лидер Эй Ты Чего Опа На Стойте А Мы Не Все Исследовали Абсолютно Не Все Че То Осталось Что То Здесь Усталось Блин Да Что Ж Могло Остаться То А Ну Что То Видимо Здесь О О Е Е Е Е Е Е Е блин мне такое чувство что что диалог который как бы я с ним вел как будто он не в том направлении зашел о мамочка я убил его что я наделал господи что я наделал определенно не в том направлении и чё я здесь не исследовал может быть попробовать с ним по-другому поговорить как-нибудь перефразировать диалог ну потому что что-то взял он так резко обрубил детектив и начал типа я тебя сдам не сдам а чё насчет женщины ничего не поинтересовался вообще молчок блин а к счастью никогда не голодал настолько чтобы есть такое мистер столкс а стоимость отдельного захоронения вашей матери марты столкс составляет 30 патронов морг не может дать вам скидку захоронений так много что у нас не хватает средств и рабочих рук вы должны произвести оплату через две недели иначе нам придется похоронить вашу мать в общей могиле нифига себе ключевые улики найдены но не все но не все блин по любому у тебя что-нибудь есть тут в чем дело почему я не могу спросить его про вот эту вот блин старуху вообще обалдеть какая-то клячь ее мы пришла старая зеркало забрала я это видел а глав герой что-то передумал спрашивать может быть попробовать как бы перезапустить это дело я фиг его знает ну ка попробую посмотрю ка сейвая во я короче зашел а и у меня прямо здесь заиграла вот это вот то что что то я вижу и смотрите что я увидел нифига себе что это у нас тут во 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 и патроны блин ну ладно допустим так тут мы глянули и сейчас опять эти твари полезут так ну вы идете там опа опа зараза плюнул ну и че я вот все думаю че мне с этим парнишке то делать сдать его но по идее надо сдать но надо посмотреть как диалог пойдет так да не повезло косому выжил после пулевого ранения но умер от ножа кто наконец-то во я исправлю то что сотворил с тобой этот обезьяний сын Фрэнсис угу давай 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 о мамочка я убил его что я наделал господи что я наделал блин ну это больше даже в принципе ну как тут расценивать понятное дело они пошли грабить и тот начал стрелять и этот тоже начал стрелять в ответ понятное дело это накосикорил коль поперся на такое дело неподготовленным и в итоге погиб человек а потом еще и второй но второго это убило так надо короче сохраниться попробуем посмотреть как диалоги пойдут во не подхо слава богам я думал это опять монстры так сидни стокс да да это я мы знакомы нет так пропустим пропустим как ты здесь оказался а где сейчас это зеркало она его забрала когда мы с Филом приняли опиши ее опиши мне ее как выглядела эта женщина высокая и худющая прямо кожа до кости злобная как гремучая змея это все что я помню да я ее особо не разглядывал так ага в чем заключалась твоя работа на словах все было просто пойти в дом коллекционера взять какое-то ценное зеркало а убить хозяина тебе тоже поручили или ты это сделал просто так ради смеха я кейм клянусь я не хотел это вышло случайно он начал в нас стрелять и я перетрусил перетрусил отличное оправдание кейм не свидетель я не хотел никого убивать заби походу придется его все таки видимо сдать я просто не вижу ни одной причины почему я должен его оправдать вообще больно он крутую кашу заварил чувак извини но ты сам себе приписал подписал приговор ну и ночко об этом нужно в чем дело так ну че ключевые улики найдены а все ли я исследовал во бабку это найти надо теперь а вот где она это вопрос так письмо из морга понятно он хотел мать похоронить но блин в итоге похоронил уже двоих людей обалденно так зеркало а вот с кем мне поговорить надо насчет этой старой женщины блин старой худой спальчуи может быть не стоит исследовать местные эти местные окрестности узнать может быть кто нибудь ее назовет ну давайте пока мы к трагморту переместимся так а че это какое то фуфло посмотрим что скажет Рагмортон может быть он продвинуть дело пока у меня все застоприлось хм по любому кто нибудь должен знать ее старая ворчливая и невероятно сильная при этом блин стойте так мне сюда идти надо ептать да не в том направлении двигал бывает Посмотрим, что он скажет Если это вдруг будет означать Сдачу квеста То надо, я думаю, будет продолжить Как бы не сдавать его А продолжить расследование И узнать, может быть, я что-нибудь найду Тем более сывы я оставил Сейчас просто узнаем Ву Карпентеров Ладно Просто бегаешь и опыт получаешь Обалдеть, а я парился с прокачкой Оказывается, все так просто Так Ну давайте узнаем Э, лохматый В смысле закончил Ну давайте ответим, я закончил Если что, загружусь Я разобрался с вашим деликатным вопросом Прекрасно Расскажите все подробно Гловер мертв Человек по имени Сиднистоукс ограбил его дом И убил хозяина Он действовал не один У него был помощник по имени Фил О'Коннелл Который тоже плохо кончил А все из-за какого-то зеркала Дорох Нигде сейчас это зеркало? У таинственной женщины, которая их наняла Имя мне узнать не удалось, но настроена она явно серьезно А, ясно Моя загадочная конкурентка наконец раскрыла свои карты Говорите, оба вора убиты? Хм Блин, а А как так? То есть, если я там что-то ему скажу Здесь я тоже могу выборы как бы переиначить Ну давайте скажем, Сидни жив Сиднистоуксу удалось уйти Скорее всего, он до сих пор отсиживается у себя дома Дать вам адрес? Да, пожалуйста Я с удовольствием Побеседуюсь с ним о моральных ценностях Блин Че-то как-то хреново все получается Вы могли бы сказать неправду Неужели так трудно было сразу сказать, что вам нужно зеркало? Я ведь говорил, что это вопрос деликатный Я сомневался, что вам можно доверять Но вы развеяли мои сомнения Насчет награды Я сделал то, о чем вы просили Как насчет компенсации? Конечно, мистер Рид Вот ваша награда Теперь вы все знаете Возьметесь за вторую часть этого задания? Дайте угадаю Вы хотите, чтобы я нашел зеркало? Да И женщину, которая так грубо вырвала его из моих рук А, отказаться принять и счастливо Да давайте примем Один фиг, интересно, черт за интриги, скандалы, расследования, ну-ка Я разберусь Правда, зацепка у меня только одна У нее был зуб на некого Фрэнсиса Вам знакомо это имя? Да Конечно Это мой отец Фрэнсис Трогмортон Упокойка И как он связан с делом? И как он связан с этим делом? Я впервые узнал о зеркале из его записей Именно поэтому оно меня и заинтересовало У него были враги? Ваш отец был известным человеком Наверняка у него были враги Никого не припоминаете? Нет Они все умерли раньше него А насчет этих записей? Вы упомянули записи вашего отца Не возражаете, если я на них взгляну? Мне вовсе не хочется, чтобы вы копались в отцовских вещах, мистер Рид Но если это необходимо Я согласен Вот, возьмите ключ Ладно Так, деликатный вопрос, дело закрыто И еще одно дело, через зеркалье Еще особняк трагмортонов Че это значит? А, ну то, что исследовать надо Да, довольно-таки-то забавная однакость получается Более чем Но что мы можем сказать По всему этому поводу? Может быть стоило этого парнишку сдать ментам Но менты меня бы, скорее всего, нахер бы послали бы И я не знаю, зачем там выбор предлагался Потому что все равно приходится решать здесь Но то, что его надо сдать Это сто процентов и так ясно Ибо он накасикорил Грешок за ним весьма нехилый Вот Ну, я думаю, наверное, так и оставим И продолжим уже в этом ключе копать Дальше посмотрим, что же там в зазеркалье И давайте закончим на этом И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер А также на другие интересные прохождения Включая прохождение по вселенной Ктулху Снизу в описании под видео Рекомендую к просмотру С вами, как всегда, был Андрей Датцин Крепкого здоровья, приятного настроения Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok